Можно там ее заявлять по-разному, ущипнуть, там, как-то просто внимания направить на себя. Я заявляю своей волей, я люблю просто проговаривать, что я делаю. Осознать новое третье, новый бриллиант, новое целое, то, что меня будет наполнять. И картиночку. Красиво. Красивую, красивую, там, с монетой. Посмотрим. Кого, какие картинки? Давайте, давайте. У меня вот так две руки и мифотку Бриллиант просветится. И у меня тоже. А у меня есть окна, вот так вот лавочка вылетает. А у меня восход солнца. Это я заказала красивой. Конечно, творец. Восход солнца. У меня темное небо, гроза и волнеет. Волнеет, а ты как? Сверская, как проблеск. Я же сухая. Это дельные драгоценности. Но как будто оно сияет и на него просто все смотрят и все. Давайте мне понравился образ, самый отвлеченный от всех вот этих вот. У меня прям... Это ценно или не ценно? Или такси. Или что-то среднее международное. Это ценно. А я могу это купить? Нет. А с чего ты взяла, что оно ценно? Оно же каждый день. Дурацкий восход. Но оно ценно внутри для меня. Ну ты его еще увидишь много раз. А ценность, я не имею в виду, значит, что она в денежном выражении. Хорошо. А ценность привязанности к восходу? Он же все равно каждый день. Красота. Но я все равно выживаю там ценность. Ну что, что такое же делать? Ну это же день сурка. Вот это каждый раз восход. Но он же разный каждый день. Хорошо. Тогда если ты видишь в нем ценность, тогда ты имеешь шаблон, с которым ты борешься обесценивая. То есть у тебя противоположный шаблон не ценности. Обесценивание. Ты с ним борешься. А нам нужно новое третье понять. Как в неценности есть ценность, а ценность бесценна и неценна одновременно. Вы поняли, что она сказала? Это было два слова. Ну ты что, в одно? Две дуали, себе противоположные. Это вот вам такая запутанная вас. Чтобы вы оживились. Как восход может быть неценным? Я уже в принципе тебе что сказала. Уже прямым текстом. Как он может быть неценным и ценным одновременно. Воздух в принципе он неценный. Мы вообще его не видим, не слышим, мало ощущаем, не ценим. Ну просто есть. Но это самое неценное на свете. Как получается? Не знаю, как получается. Расшифровывай. Тебе нужно найти единое целое и осознать только цену, но не цену в единстве. Восход это просто для того, чтобы ассоциаций набирать. Помогайте ассоциациям. Ну вот он, он происходит каждый день. Вроде бы не особо это ценно, потому что мы можем каждый день увидеть. Если ее не произойдет, то мы оценим его ценность. Но он каждый день разный, значит ценный. И ценный и не ценный одновременно? Для кого-то может быть ценно, а для кого-то может быть нет. Для себя, лично. Ну нет никого про нас. Если я придаю этому ценность, то цену. А если нет, то нет получается. Так, опять мы на сравнение перешли. А если ты одновременно почувствуешь единство и целостность вот этих двух противоположных граней, и будешь видеть вещи одновременно и ценными, и не ценными, все. Что-то просто есть и все. Есть и все, хорошо. Но есть и все, это во всех шаблонах мышления. А здесь конкретно ценность и не ценность. Не отстаю никогда, пока не трансфер выделяется. Ну вот пока я не чувствую, да, что я это поняла. Я вижу ценность. А потому что вот шаблон мышления, дуальное место, туда-сюда, пинг-понг, вот этот обратно. Рассуждай дальше. Почему закат не ценный? Ну говори, говори, говори. Ой, Господь. Ну и закат тоже. Мы никогда сами с тобой не хотим разговаривать. Почему воздух не ценный? Да потому что его много. Только если он постоянно в доступе. Я очень не расчищаюсь. И он не видный. Да, да. И он постоянно о нем забываешь, что он даже есть. А когда нам испортили воздух? А когда испортили, то я не покупал. В замкнутом пространстве воздуха. Так сразу видно его становится? Причем не разные люди, а ты. Да, да. Вот. Вот поет. И разные тоже могут. Жизнь опять. Опять же. Ну понимаешь, вот тебя, да, должна вот до этого дойти, понимаешь? В рассуждении. Тебе стать классно. Кому уже сегодня было классно? Тоже было, да. Ну может еще то, что восход, это как мое отражение, это мое перерождение каждый день. И это ценность с той стороны, что я каждый день новая, но не ценность с той стороны, что типа я что-то потеряю. А ты и так вот, ты ничего не теряешь, не приобретаешь, какая тут может быть ценность. Да, я все время, вот я. Я все время перерождаюсь, ну и что, и каждый день. Ну и надоело, ну и скучно, ну и там он, ну и есть он и что. Да, да, потому что это надо, потому что ценности нету. То есть тогда поглубже в себя идти и там искать. Ответ не снаружи, он внутри, к сожалению. Всегда. Снаружи у нас проекция ответа. И вот часто вы так сидите по жизни, задаете себе вопросы вот так вовнутрь, прям чтобы аж это... Ну нет, никогда. Не поняла. Почему не ценен у вас вход? У меня только сравнение, что я, либо что я не назначаю... Все поняли, почему не ценен у вас входа? Да, да. Ну каждый день его много. Послушай, что люди, когда вот даже люди не замечают, у вас, почему люди его не ценят, у вас, почему вы от этого восхода тысячу рублей каждый день не получаете? Вот так произойдет. Просто потому что он есть. И поэтому, что его ценить? А если я его ценю просто так? Каждая день? Ну и ценю. Если он для меня ценен. Каждый день или именно вот тот? Вот сейчас, да, ты получаешь от него оргазм? Кайфуешь? Он такой ценный капец. Я прям люблю, не могу. А получаешь? Я кайфую, когда я получаю снизу в тот момент. Как часто такие моменты происходят, что ты видишь восход и офигеваешь от его крутости? Как часто? Вот только по чесноку. Раз в жизни хотя бы было? Когда я вижу, да. Но просто это бывает не каждый день, потому что я стою в буражке. А когда он у тебя такой? Так если ты его так редко видишь, может, он не ценишь его так, как ты молюешь? Может быть, ценность в том, потому что я его как раз и вижу, не каждый день. Поэтому он ценит. Хорошо. А не ценит в какие моменты? Когда видит его постоянно. Как может быть одновременно и ценно, и не ценно тогда? Когда-то получается... Вот сейчас ты его не ценишь. Вот в данный момент закат сделает по барабану у него. Вот я вообще... Да, на секунду да, потому что я в другое включена. Если на русский язык человеческий перевести, как одновременно что-то может быть и ценным, и не ценным. Как это объяснить? Новое понятие. У тебя закат одновременно и ценно, и не ценно. Это я поняла, да. Поняла? Да. Так, кто еще понял про... Кто может дописать? Давай рассказывать. Ну вот, если так вот, про этот закат, да, когда я, допустим, он мне нужен, чтобы я и захотела поработать. Он для меня ценен. Когда я, например, легла в три ночи, и мне что-то разбудила, и тут этот рассвет, и он расход на меня, да, рассвет, то он мне не ценен, в принципе, потому что я сейчас не хочу, у меня нет желания наблюдать, радоваться, я хочу спать. А в тот момент, когда ты его будешь наблюдать каждый день, он будет как тебе ценен? Если каждый день наблюдаешь? Нет, просто вот ты его наблюдаешь, допустим, он тебе ценен чем, как? Он просто есть. Ценен тем, что он мне, ну, видеть помогает, например, шумок, ну все, освещает, ну, улицу на свете. А какая погода, природа ценен, ну, то есть он мне дает... Так, это ты уже весь день там рассматриваешь или только рассвет? Ну, вот, ну, момент рассвета все равно же проявляется, природа, то есть я могу в окно посмотреть, то есть до этого была ночь, а потом... Я смотрю, вот, ну, встает и встает. А чем он тебя не ценен? Ну, вот, не ценен, я же говорю, когда если спать, например... Нет, а когда ты на него смотришь. А, когда на него смотришь, и он не милиционирует? Ну, то есть, слушайте, мне кажется, с воздухом было проще. Ты поняла, что ты не поняла, на самом деле? А вы все как-то запутны. Оксанность в том, что ты это видишь, видишь, это значит, ты живешь. Потому что если ты не видел, то ты на него не живешь. Ну, кто нас не смогли оплететь, а вот не к заместям. Ты нас будет тогда, когда человек принимает, что он нашел жизнь, там больной. А это будет домашнее выдание. А это, конечно, это возможно, это не рано. Как бы... Мы, по сути, там, забрали уже. Давайте это будет домашнее выдание. Восознание не зашло, но мне с воздухом больше нравится. Мы, короче, не ценим мы воздух. И вряд ли вы цените наше тело. Вы же не заботитесь о нем так, как нужно заботиться. И вряд ли вы вообще цените жизнь. Так как вы рассказываете о закатах. Ну, реально. А жизнь бесценная? Вы это знаете. У вас даже шаблон мышления есть. Жизнь это бесценная. Воздух это бесценная. Это шаблон мышления и крайность. Это бесценная. То есть вы никогда не заценивались об этом? Кто когда-нибудь думал про воздух? Каждый день сижу и думаю, какой классный воздух. Это же невероятно я и могу дышать. Мне в последнее время пошли, я имею в виду, пальцы на ногах. Типа, как классно шли, пальцы на ногах. Что я вообще хожу на уши, на уши хожу, боже. То есть когда-нибудь мы вообще задаем все такие вопросы. Ты вообще не, ну я не задавала. То есть ничего нету ни ценного? Ни не ценного. Ни не ценного. Оно есть. Много раз это прозвучало. Но для тебя должно дойти. Что мы ценим, когда лишаемся, да, из-за дуального мозга. Когда это нифига не видим, мы начинаем ценить. Либо просто забыли. Тут тоже разделение. Но чтобы найти общую медаль и смотреть на все, то есть вот как я ощущаю, вот по ощущениям, так оно и будет. То есть взять медальон, который подарила, допустим, мама. Он стоит 3 копейки и из куска там гвоздя, дерева там какой-нибудь. Он будет для меня ценнее, чем за 15 тысяч рублей колечко купленное Оле. Ой, 15 тысяч евро. Так что такое ценность? То, чем мы наделяем. То, что да, мы сами наделяем. А сколько мы наделяем? А до этого как было? Да. А как было до этого? Вначале. Нет, а это было по-другому. У вас реально, что ли, поменялось? Да, по-другому. А что раньше было по-другому? А, ну вот так. Да. Когда мы наделяем слово заново, по-новому, действуем как бог. По-другому уже не могу быть. У нас всегда так было. Это вот самый классный вообще ответ, вопрос и комментарий. Я никогда с чем спорить и никогда не был по-другому. Ну, это же круто. Это круто, что я всегда был богом, блин, ну это же так и есть. Ну, то есть до кого-то все равно доходит, до кого-то не доходит, до кого-то чуть попозже, кто-то еще в машине, в автобусе, троллейбусе подумает, на кого-то через неделю, вау, там. Ну, то есть процесс у всех по-разному, это нормально. Давайте еще пару вопросов. Про воздух? У меня не дошло. Да. Я живу в месте, где воняло вкусами золотой. Чем, чем? Кокса газового золотая, но периодически вонял. Невкусно? Очень. У меня, говорит, болезнь. Как раз началась вот эта вот вся тема, я узнала вот себя, началось что-то трансформировать, сейчас в аксессентрами. Светами? Да. Да ладно. Периодически, особенно когда теплая погода, то есть это глубокая осень, и вот сейчас началось вязнях, когда... И ты наглядный пример не поняла? А я, нет, я так думаю, что это я сделала, я с вами говорила, но я собираюсь, откуда убежать. А то вдруг цветами запахло. Но я никогда до этого момента, в общем, не ценила, вот, я не понимаю. А вот эту ценность, как бы мне показали тем, что я приехала в место, где жутко воняло, дышать не было. Кто показал? А? Зато показал. Кто показал? Завод пришел на нож, как и показал. Завод след на перенее. А что не поняла? Я поняла. Давайте вопрос. Можно я вопрос? Да, да, да. Вот я хочу давно переехать в теплую страну, где море, а вот мой муж не хочет. Я уже как бы не прорабатывала, почему я не хочу. Мужа прорабатывала? Нет, нет. А я над ним работаю, работаю. Я пишу, пишу. Для чего ты хочешь не ехать на море? Для чего я вообще не хочу переезжать? Для чего я хочу сидеть на месте? Ты нашла причины? Много нашла, много, а третья не нашла. Так, а если у тебя поехать, переехать, одно желание, а остаться на месте, ты сказала, много, сколько? 150? Да. Ну, это 150 желаний перевешивает дома сидеть, чем ехать. Рисовали, чтобы там же уже стабильно сидишь с пленкой. Ну, а посмотри на это по-другому. Ты же себе показала, почему выгоднее сидеть, не переезжать. А как мне дальше вот проработать что-нибудь? А зачем, если у тебя 150 желаний исполнено против одного? У тебя жизнь сложилась. Ну, да, у тебя 150 желаний для того, чтобы не переезжать, и все, и все, и все, или не переехала? Я-то хочу. Так ты разберись с тем, что ты хочешь. Переехать, да? Да, переехать. Одно же. Не переехать, 150. Ты исполнила все свои желания. И оно на самом деле исполнилось. Один, два, три, тут целая куча, куча, куча. А ты зациклилась за то, что у тебя желания? Маха исполнила. Зачем тебе это дает? Я ничего сейчас не поняла. Обалдеть, я все поняла. Я тоже поняла. Классно, девочки? Вообще. А у тебя не радует. Обратите внимание, все понимают по-разному. Каждое от своего, да? У меня просто такое желание. У меня исполнено 150 есть, и есть одно нет. Да. А вам обращать внимание на то, что нет, а 150 есть, не видно? У тебя нет. Помните мое видео «Зеленое», я его «Зеленый» называю, потому что фон «Зеленый» про принятие. Я еще сказала потом, разыгрывала деньги, что, ребята, посчитайте, сколько я раз сказала. «Принимать». Я принимаю, это значит, я не хочу ничего менять. То есть я осознаю, для чего я хочу. Я создала все свои желания и кайфанула от этого. Нифига себе, у меня тысячу желаний исполнено против моего одного. И это видео каждый раз все по-разному смотрят. Ну, я повторяю просто как попугай одно слово. Ну, хочешь, иди пиши, почему хочешь, почему не хочешь. А если, например, она начнет внимательно прохать, я не хочу, потому что там все стабильно, а все разно, как бы. Это только одно. Не хочу – это одно. А вот я хочу стабильности. Исполнено. Еще. Что у тебя там? Почему ты хочешь переехать? Переехать? Нет. Переехать у тебя всего лишь одно желание – переехать. А не переезжать, у тебя 150 желаний, почему ты хочешь сидеть на месте. Ты хочешь стабильности – на, получай. И что еще? Что еще? Ну, ты сказала много. Что ничего не изменится, все так же будет, как у степлее. А зачем тебе ничего не менять? Что тебе это дает? Ну, не менять. Никаких страхов не испытывать. Отлично. У тебя умное принятие, они ничего не меняют, то есть оставляют все как есть. Какие страхи там? Моя женская местность не циркулирует. Там же придется все с нуля начинать, а здесь все равно. А что значит начинать с нуля? Ну, по новости устроить, что-то придумывать. А это что значит? Выходить из своей… Говорить. Придется двигаться, что ли? Да, да. Смотри, вот эти вот желания уже написала 150, уже есть за что себя похвалить. Это с одной стороны. А с другой стороны, здесь мы видим свои страхи. То есть страх двигаться, что-то делать. Короче, здесь я хочу просто сидеть и не двигаться. Ну, вот просто. Вот работать стоя или лежа. Мне нравится работать. Работать стоя. А здесь, Марк, надо, короче, жить. Ты знаешь? Там надо жить. Я согласна. И как начать жить? Вот. Что для жизни надо? Делать по новому. Все делать по новому. Напиши там список своих привычных дел. Начни делать по новому. Кушай тортик по кусочку. Что там дальше ты боишься? Не тортами, да, кусочками. Боюсь всех этих проблем налаживать образование у детей. Так, проблема. Ну, мой. А что там еще? Детей налаживать? Что такое проблема? Ну, давай. Здесь я расслаблена. Помнишь? Ты не хочешь напрягаться. Как ты рисовала тяжелым? Я не знаю. Как это получается? А на переверни, она не хочет напрягаться, как сказала она. Сейчас на релакс. Хорошо. Как себе релакс без напряжения дать? То есть мы выявляем желание души. Вот на самом деле, вот это же все твои желания души. Но если тебе в таком виде желание души не нравится, то ты эти желания души можешь дать по-другому. То есть там приехать и на релакс, и все как пойдет, так и пойдет. Да пофиг, в принципе. Я такое не думала. Я думаю. Я рада обязательно. Так не все. Это жопа. Это реально жопа. Ты кара. Такая жопа, это что? Мы жопу не... Ну я ее боюсь. Да мы же ее разобрались. За что ее бояться? Наши бездые. Прикиньте, жопы не было. Ноги из тела. Да. Вот здесь все сложно, хоть и просто. Представляешь, что я бы не было шоу. А здесь мы не как. Ну, картинку представь. Красиво. Смотри, когда ты написала здесь 150 желаний, почему ты не хочешь пережать, ну в том виде. Это же желания души, они исполнены. Во-первых, уже надо себя поблагодарить за каждое. И просто сказать, блин, как классно, что я в комфорте. Я вот это, вот это, вот это, вот это. Но чтобы начать жить, надо же все по-новому делать. Значит, как я вот эти желания души могу сделать по-новому, чтобы сразу трансформировать план твоим скачком сюда. Ну че, я вот этот список и раз я вижу. Да ладно, в каждом видео рассказываешь. Я вот не понимала, у меня вообще это не выхватило. А вы когда видос смотрите, вы че, не понимаете? Вот это я вот сейчас не выхватываю. Да нет, да вы че. Вот говорили, говорили, она от меня привлекла. У нас сегодня выхватывая скачет. А вот с ним, да? Все, с этим все понятно? Я просто с этим дам, чтобы они там. А да, какие желания? Ты осознаешь, у нее есть, у нее есть, у нее нет, у нее есть. Так я и говорю, там, это вы видите по-новому себе дать. Релаксировать там, че у тебя? Ты же сама решила, что там будет некомфортно. Да, это я так подумала, что там будет. Так, подожди, ты еще не приехала. А я уже не комфортно. Ну да, я так и думала. То есть взяла непроявленное и уже наделила целым списком. Ну я так подумала, представила, как у людей, как жопа происходит. Ты божественно подошла к своему клиенту. Мне даже... А муж и голод. А муж и голод. Классный ты бог, ну? Ну, что если голод, там ничего есть. Идешь в магазин и берешь кулек. Я до такого уже, да, сердца проклянула. А, то есть вот здесь ты будешь брать кулек? Да, что голодом буду жить. Ну у тебя классное местечко тут полное. Слушай, я в ней тоже не поехала. Я прям клянусь, я в туда... Вот я сейчас с радостью, вот как у меня Мфе рассказала. Ну, я понимала. Навернил себе картинку, какую ты хочешь. Иначе... У тебя новая жизнь, она так себе. Это же круче. Ты правильно? Ну, понимаешь, ты только что осознала? Да, осозналась. Да? То есть это было непроявленным? Да, я и губы не знаю. То есть поняла была, где тьма была, поняла? Да. У тебя тут тенища такая была. Тенища. И ты эту тьму уже сама там... Фонариком подсветила. Да. А тебе только что тут сюда немножко подсветили. То есть прикинь, то, что есть здесь, показываете, да. Да, я даже не думаю, что... А твой этот мозг, жопа дуальная, да, вот этот? Вот он. Вот у тебя было вот здесь там. Как ты все так просто, но когда я слушала, да у меня не доходило, это желание души, я вообще не понимала. Ну, это, еще раз, это дуальный мозг. Если здесь так, значит здесь будет так. Если здесь комфортно, значит здесь будет некомфортно. Оно у тебя, понимаешь, оно на автомате, ты никогда об этом не думаешь. Ты ходишь на автомате, я говорю, ты никогда не думаешь, как ты поднимаешь ногу. А ты подумай хоть раз, посмотри вообще на это, рассмотри этот процесс. Вот сейчас я осознала. А, ну конечно. А как я не зря прилетела из Казахстана. А мне говорят, а что ты полетишь там, когда ты читаешь все свои банки, консервируешь, законсервируешь, а что ты летишь? Вот сейчас как твоя банка. Ихно рыпеет, потому что... Так это ты сама себе говорила. Ради этого только мне стоило прилететь, получается. Вот это все поменять не стали. И теперь берешь вот этот весь список желаний души своей, все, что ты себе даешь по-новому, по-новому, по-новому. Нет, а жизнь, жизнь. Так она бросилась мне как-то, кажется, что там... То вообще она уже переехала. Приедет, мы сам скажем, поехали.